Федишин пострадала от мошенников, как певицу развели на деньги. Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Чевнок попали на аферистов на сайте BlaBlaCar. Артистка описала схему обмана и отметила, что она отделалась только двуместами гривнами. Неприятный инцидент произошел 23 ноября, о чем Федишин сообщила в личном инстаграм-аккаунте. В посте о мошенничестве звезда оставила номер телефонов водителя, который оказался обманщиком. Все началось с того, что знаменитости нужно было отправить передачу из Киева в Тернополь. Семья воспользовалась услугами сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar и забронировала поездку. Машина якобы отправлялась только от вокзала, куда нужно было привезти посылку. Водитель связался с мужем звезды по телефону. Аферист рассказал ему, якобы по новым правилам нужно заранее оплатить поездку через терминал. Сперва мошенник говорил, что в терминале якобы есть для этого специальный раздел. Но потом пояснил, что нужно выбрать пункт о пополнении мобильного телефона. Мужчина поверил водителю и перевел ему деньги, однако за посылкой, конечно же, никто не приехал. Номер мужа певицы аферист заблокировал, чтобы тот к нему не дозвонился. Певица подытожила, призвав своих поклонников не вестись на подобные схемы и не платить за поездки на BlaBlaCar заранее. Я хочу показать вам вчерашний день, хочу вам рассказать про сьогоднішний, тому що сьогодні зранку трапилася неприємна історія. Нас з Віталіком розвели на гроші, ми пали на аферистів. Сьогодні зранку нам треба було передати посылку з Києва на Тернопіль. Ми забронювали BlaBlaCar, який нам підтвердився, і водій сказав, що посылка тільки з вокзалу або з автовокзалу. Ми кажемо, окей, Віталій поїхав на автовокзал, стоїть, чекає, чекає. Водій трохи запізнюється, але за новими правилами ви маєте оплатити через касу поездку на BlaBlaCar. Віталі каже, яка там каса? Я вам зараз скажу, підходьте до вікна, оплатіть поездку. Підходіть поїздку, стоїть, значить, що з нас стоїть? Біля вікна Каже термінал. Термінал. Каже, вибирайте поїздку BlaBlaCar. Талі каже, там нема такої поїздки. Ну, то значить, вибирайте пополнення мобільного рахунку. Ні, вибирайте Київстар. Вибирайте Київстар. Що далі? Кажу, вкажіть номер водія. Вказуєте номер водія, він дектує номер водія. Тобто це реально пополнення мобільного рахунку, но він каже їм по телефоні, що це оплата поїздки. Далее вводим сумму, вот такой вот чек, значит, мы понимаем на поездку, что тут пише Global Money, так и пише, что оплата за посла мобильного связка и автоматично номер блокируется. То есть 200 грн. вказали, поездки не отбудутся, на 200 грн. вы попали. И вас заблокировали. Тому реально, если не был лекар, бронюйте поездки, вам говорят, что оплатите через какой-то терминал, это просто не ведите. Это розвит. А номер телефона водяя залишает, можете позвонить, вы сказали, что Аферест. И так не поступайте.